Алмат Малатов, крест, вписанный в квадрат. «Я бисексуал», — гордо сказал Боб и тряхнул в меру немытой копной пшеничных волос. Прижатая им косяку пьяненькая восьмиклассница, вынула палец из носа. Слои грима на её маленьком, обещающем будущем двойной подбородок личике, сложились в осмысленные выражения. Что такое бисексуал, она не знала, но словообразующий элемент секс услышала. В целом, слово было красивое, импортное и приятно щекочущее пубертатный организм. Через час Боб и девочка зверкового происхождения бодро трахались на продавленном диване. Девочка трахалась, потому что хотелось быть крутой, ходить с парнем и обсуждать подробности в школьном сортире за сигареткой. Боб, потому что яйца распирала. В целом, приём «Я бисексуал» действовал на калининградских девиц в 89-м году почти безотказно. Нравится девушкам бисексуалы? Ой, нравится. Бисексуал из Боба был сомнительный. В 14-15 многие пробуют гомосекс, но не практикуют во взрослом состоянии. Да и не надо каждому своё, как было написано на воротах одного санатория строгого режима. Боб, Гоша, Лёля и я были крепко сбитой секс-группой. Всем нам было около 15-ти. Портовый город располагал к раннему развитию, а общая терпимость – к отсутствию рефлексии. Лёля имела внешность сенчиной, в её ебальную пору, пышный бюст, тонкую талию и жопу сердечком. Боб напоминал гибрид Мики Рурка и молодого Гребенщикова, а Гоша, ещё не приколоченного куда следует, Христа с развитой мускулатурой. Подростковый секс по сути своей – секс без осознания, секс в чистом виде. И поэтому, как ни парадоксально, невинности многие лишаются много позже начала половой жизни. Когда начинают осознавать привязку секса к чувствам, социалки и секс из цели превращаются в средства. Ко мне это не относилось, я невинным не был даже в момент рождения. И единственный из компаний понимал, что происходит. Лучше б не понимал, не примешивалась бы грусть к удовольствию. Начинался наш школьный групповой роман с обычного юношеского томления под Вайн и Мак. И в итоге мы образовали компанию полувлюблённых друг в друга ёбких малолеток. Этакой квадрат, сексуально вписанный в плоскость места и времени. Целый год мы были счастливы. После школы я бежал на работу, а потом в прокуренную квартиру, доставшуюся Гоши от бабушки. Я и Лёля готовились в институт, а Гоша и Боб в армию. Институт им не грозил, ввиду социальной прослойки и общей школьной неуспеваемости. Но кто в таком возрасте смотрит на социальную прослойку и успеваемость? Чувствуешь только горячее тело рядом, пахнущее впитавшимся морем. Смотришь только в глаза, которые опухают ещё ни от слёз, ни от пьянства. Вот на море-то как раз всё и закончилось. Море и время, как известно, самые страшные враги. Они равнодушны и упорны. Я уезжал поступать в институт, и это дело мы решили отметить романтическим сексом на пляже. Ёбнули портвешка и приступили, так сказать, к саитию. Без посторонних вчетвером. Процесс не задался сразу. Для начала на спину колено-локтевой Лёли нагадила в бреющем полёте чайка. И с торжествующим криком улетела в дюны. Вероятно, дальше насаждать подобным образом мораль и нравственность. Среди людей такие чайки тоже не редкость. Потом Гоше попала песчинка в гондон. В качестве носителя хуя Гоша стал к ебле непригоден. Потом начался дождь. Хоть и тёплый, но мокрый и неприятный. Это только в кино и в книжках любовь на пляже под дождём красиво выглядит. «А на деле уносишь в естественных отверстиях пару килограмм оксида кремния». В итоге уставшие, но злющие дети возвращались домой. На перебой клянясь поймать Барбару Картленд и отодрать её в песочке поганым веником. Высохнув и выпив водки, я посмотрел на ребят и вдруг понял – это конец. И обещая звонить, писать и приезжать на каникулы, знал, что не сдержу обещания. Взрослая жизнь растащила всех по своим местам. Гоша отслужил в армии, женился, работал в ментовке, много пил, был зарезан по пьяни любовником жены. Лёля работает учительницей в школе, давно замужем, растолстела, растит дочь. Боб стал дальнобойщиком, гоняет фуры с цветами из Голландии. От былой брутальной красоты осталась только брутальность. Вешан детьми от прошлых браков. Я тоже не особо в шоколаде. Квадрат превратился в крест. У них много общего. У квадрата и символа конца. Это всего лишь линии, соединяющие четыре точки. Но почему-то, когда вспоминаю друзей урожая того года, вижу их невзрослыми. Память упорно подкидывает поляроидный снимок, сделанный летней ночью 89-го, на фоне свинцового, всегда холодного моря.